Так, ну шо? Все вроде... Там в фокусе вообще? Нет, все вне фокуса. Вне фокуса? А вот это вот зачем? Камера стоит. Ну мы же подкаст снимаем. Всем привет! И это наш новый подкаст от студии 1961. И сегодня мы с вами поговорим про домашние студии. В гостях у себя Евгений Шулятьев, звукорежиссер, музыкальный продюсер и директор и академии, и студии 1961. Домашние студии звукозаписи. Все проходили через это, строили себе дома домашнюю студию, записывали каких-то ребят. Вот сегодня я хочу поговорить о том, как это сделать максимально качественно, потому что недавно к нам обратился тоже один человек, чтобы мы ему помогли эту домашнюю студию построить. И если вам интересно, да, и вы хотите сделать домашнюю студию, не знаете как, можете обратиться к нам, мы вам подскажем, подберем оборудование, акустическое оформление под ваши задачи, все это установим, и сможете классно заниматься музыкой у себя дома. Давай немножечко раскроем вот эту тему, то есть что нужно для того, чтобы заниматься музыкой дома, чтобы это более-менее звучало профессионально. Мы решили, что этот подкаст будет более профессиональным, поэтому я специально молчал, пока Роман заканчивал свою мысль, чтобы мы друг друга не перебивали, и не дрались, как обычно мы с Романом делаем, не боремся. И в первую очередь, когда меня спрашивают, как сделать студию дома, я говорю, что вы всегда должны ответить на вопрос, зачем. Цели какие, да? Какие цели. И если мне люди начинают говорить про то, что я хочу построить студию и заниматься коммерцией, то я говорю, что это утопия. Потому что нельзя сделать профессиональную студию дома, если только у вас не особняк, да, а в обычной квартире, и при этом конкурировать со студиями, которые в отдельном помещении. но есть же, есть же звукорежиссеры, в основном это звукорежиссеры, которые работают там с хип-хоп-артистами, да, начинающие именно с домашней студии. То есть понятно, что они, возможно, даже имеют уже представление, что вот есть большая студия, что я до нее когда-нибудь дорасту, то есть это как некий этап, понимаешь, становления любого звукорежиссера, построить себе домашнюю студию, с ней там что-то покопаться, попрактиковаться, и потом вырасти уже в звукорежиссера в большой студии звукозаписи. Чем быстрее вы пройдете этот этап, тем быстрее вы начнете заниматься музыкой. Да, ну мне кажется, что он в целом еще немножечко ошибочный в голове, то есть думает, что ну я еще не готов, да, вот к работе в профессиональной студии, поэтому мне надо сделать домашнюю, на ней что-то поделать, и потом вырасти. Но на самом деле это только в голове, ну то есть твоя, твоя неготовность, ее не существует. В принципе, любой человек может прийти в студию, попрактиковавшись в звукозаписи, ассистировав, например, помогая какому-то звукорежиссеру, или пройдя какие-то курсы, сможет примерно в такое же время разобраться там в оборудовании, как он это бы делал дома, и полноценно уже записывать артисты. Даже более того скажу, что есть стереотипы, что на студию ходят только суперпрофессиональные артисты, но на самом деле как и режиссеры есть аль денте, да, такие артисты есть очень аль денте, и ожидать того, что вы сейчас пять лет проработаете дома, а потом пойдете на студию, и уже там к вам придет Кенни Уэст, это пустое. По большому счету нужно именно больше знакомиться, больше вращаться в индустрии, на тусовках, и студия это как раз то место, где вы можете найти себе людей в команду, найти себе клиентов, найти себе артистов, или кому-то присоединиться в команду, и уже начинать работать с более интересными артистами, с более интересными кейсами. Не нужно так категорично считать, что если вы не умеете что-то делать, то вы никому не нужны, вы можете найти себе применение, и уже начать работать с более интересными песнями. Сидя дома, вы никого не найдете. Но, да, к чему мы вообще сделали этот подкаст, и к чему я задаю вопрос зачем. Если вы четко понимаете, что вы не будете дома заниматься коммерцией, не будете конкурировать со студиями, которые рядом с вами, а дома у вас рабочее место, где вы можете заняться аранжировкой, где вы можете написать бит, где вы можете заняться монтажом, сделать какую-то демку, если вы артист, тогда это все отлично подходит, и мы вам расскажем, как это сделать наилучшим образом, как обустроить себе дома вот такое рабочее место. Ну, то есть, ты считаешь, что дома заниматься коммерческой деятельностью невозможно? Можно вынести домой часть коммерческой деятельности, которая не идет в разрез с бытовыми какими-то условиями. То есть, если вы дома работаете в наушниках, либо на небольшой громкости с какими-то мониторами, не мешая соседям, домашним, тогда это возможно. Но если дома вы пытаетесь записать вокал, а для того, чтобы записать хороший вокал, нужно изолированное помещение, потому что все внешние звуки будут вам мешать, ваш артист будет пытаться потише это спеть, да, иначе соседи будут стучать по батарее, вызывать полицию, и так далее. Какие соседи? мама будет ругаться? Ну, мама будет ругаться, потому что там он начнет читать про тачки, деньги, падших женщин, и все, а мама там за стенкой с бабушкой блины жарит, и это будет не очень хорошо. если мы говорим про ракешник, то в ракешнике в принципе громкий вокал обязателен, если мы говорим про олдовый хип-хоп, современный хип-хоп, то тоже в большинстве своем это какие-то выкрики, да, это либо на форсе харшевый голос с драйвом, либо это высокие ноты, тоже довольно громкие, и сразу слышно записи, где это делают дома, потому что это пытаются сделать потише, и это сразу удешевляет запись, сразу понятно, что это сделано в шкафу, и опять же сама комната звучит абсолютно не так, как она должна звучать на дорогой записи, поэтому если вы хотите конкурировать с какими-то студиями, то задумайтесь о том, что вам постоянно придется снижать ценник, у вас рядом будет студия, в которой можно будет круглосуточно записываться, или у вас один микрофон, а на студии будет пять микрофонов, у вас нету раздельного помещения, вам нужно через коридор с мамой и бабушкой провести своих клиентов, а там два отдельных помещения, в которых в одном сидит звукорежиссер, в другом артист, еще и чил есть какой-нибудь с кальяном, еще что-нибудь, поэтому вы все время будете отставать по предложению с теми студиями, которые находятся рядом с вами, и для того, чтобы просто условно с ними сотрудничать, то есть вы закладываете цену этой аренды, этой студии, недорогой, и не тратите деньги на ремонт, оборудование, а просто берете чистую прибыль, берете чистую прибыль с того, что вы записываете клиента, и потом вы сводите в наушниках дома у себя, вы будете тратить деньги на панели какие-то акустические, вату, микрофоны, усилители, компрессоры, аудиокарты, наушники, мониторы, и все это может привести к тому, что вы, если вы, опять же, стремитесь именно к коммерции, очень долго будете окупать. Средний набор для домашней студии, точнее, для не домашней студии, а для студии в принципе. Если взять две пары наушников, открытая, закрытая, хороший микрофон, предусилитель, аудиокарта, мониторы, может выйти в 1500. И это такое, все будет не совсем бюджетное плохое, а такое хорошее, среднее, профессиональное оборудование. Не топ класса, но уже нормальное студийное. Вот ты сейчас на это все смотришь со своей немножко стороны, можно сказать, с влиянием профдеформации как будто на тебя, понимаешь? То есть, ну вот возьмем какого-нибудь парнишку 16-летнего, 17-летнего, вот учится, он в школе, не знаю, занимается музыкой, музыкальной школе, у него много друзей каких-нибудь, которые, как и он, возможно, они там играют на чем-то или читают рэп, поют. И вот он такой хочу сделать себе студийку дома, чтобы вот записывать своих друзей каких-то, и не знаю, пусть это будет не за 1000 рублей в час он будет это делать, а там за 300 рублей в час, например, или за 500 рублей в час. Он себе сделал будку какую-нибудь, там, да, поставил микрофон дешевый не за 150 тысяч рублей, а там, не знаю, за 20, за 30 тысяч рублей. И вот он записывает себе, что в этом плохого, если это, типа, начинающий вообще вот уровень, вот он только начал этим заниматься, и вот он себя пробует в этом. Да, он может пойти сразу в профессиональную студию, но представь... Зарабатывать эти же 500 рублей. Да, но ему надо будет сделать стоимость, допустим, мы берем студию, какая-нибудь там, лампа, например, да, там минимальная стоимость, сколько, наверное, рублей 500, наверное, 700, если аренду саму студию взять. 700, наверное, да. Да, то есть, чтобы тебе заработать хотя бы 300, тебе надо сделать уже косарь. Косарь. Это уже не 300 рублей, а дома тебе ты все эти деньги себе забираешь. Тебе не надо платить никакую аренду, только оборудование нужно окупать, которое ты купил, там, суммарно, не знаю, на 1150. Ну вот, 150 тысяч раздели на 300 рублей. 500 часов? Да. окей, как бы за год, как будто это можно купить. Ну, если ты будешь работать по час-два какой-то такой коммерческой деятельности, мне кажется, вполне реально. Ну, за год это можно окупить, а можно не окупая, зарабатывать сразу эти же деньги на студии. Да, но тебе надо найти клиента, который будет готов тебе заплатить в три, а то и в четыре раза больше. Но зато клиенты получат сразу и хорошие микрофоны, и что-то успешно. возможно, когда тебе 16-17 лет, у тебя нету настолько осознанных клиентов, которые такие, о, они больше ради, понимаешь, больше ради тебя идут. Вот ты вот пацан свой, который шарит, там, что-то вот он занимается, они к тебе пришли и вот с тобой работают. Они, возможно, не понимают разницу между там, оборудованием, акустикой и так далее. То есть они еще не дошли до вот этого уровня. И, ну, короче, мне кажется, что вот этот подкаст, надо, понятно, что надо вкладывать в них мысли о том, что можно пойти в студию, да, там будет профессиональное такое комьюнити уже, да, и ты быстрее вырастешь, да, и быстрее придешь к клиентам более качественным, да, которые уже давно, может быть, музыкой занимаются и так далее. Короче, расти будешь намного быстрее, но все равно надо не забывать, что очень много сейчас молодых звукурежиссеров, битмейкеров сидят дома и на самом деле даже, мне кажется, оборудование, оно хоть и становится дороже, да, но сейчас молодежи достаточно легко и деньги тоже зарабатывать, ну, то есть они могут устроиться на работу, да и даже как-то удаленно, там, пописать какую-то музыку и заработать, там, на тот же какой-то микрофон, за тысячи, уже 80, там, не знаю, 100, что это не так супермного, как кажется. Я могу просто привести пример, когда я, когда мне было 16-17 лет, то мой период работы дома был очень коротким и свою первую, вот самую первую студию, где я делал свою первую записи, я делал на репточке, потому что я сразу осознал, что, не знаю, барабан это дофа не запишешь и гитару громкую ты тоже дома не запишешь, потому что как только я начал играть дома на гитаре, мне сказали, что вместе с гитарой меня сейчас отправят куда-нибудь далеко. А уж вокал с нашими текстами про смерть убивать и все прочее, который надо было кричать с надрывом, как в металле делается, то, мы попробовали конечно это сделать, но это не получилось, да, потому что все очень сильно кринжевали, что в квартире кто-то еще есть, еще соседи, и все это очень стесняет, скажем так. Поэтому как мне показалось, да, что да и всем, то проще действительно никого не стесняясь в любое время писать на репточке, и не париться. Так вот, я думаю, что ты прав, что есть ребята, кто хочет попробовать делать это дома, я просто хочу им дать совет не пытаться сделать это дорого. Ну, то есть сразу понимаете, что есть разница, да, и то, что вы сейчас делаете, это в первую очередь опыт, опыт работы с клиентом, опыт работы с какими-то исходниками, с материалом, и ваш какой-то продакшен первый. и вот только в этом ключе это рассматривайте. И самое главное, не нужно задерживаться на этом этапе. Ну, то есть осознайте, что вот вы записали несколько песен, и уже пробуйте, предлагайте тем же ребятам, кто с вами работает, с кем у вас получился какой-то позитивный опыт, зовите их на студии, да, они заплачут, заплачут. Они заплатят чуть дороже. Они, скорее всего, не пойдут, понимаешь? Ну, пробуйте. Кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. Ну, как показывает опыт, это тоже заблуждение звукорежиссеров, что вот я сейчас себе сформирую клиентскую базу, то просто я хотел сказать следующее. И они потом за мной перейдут вот в профессиональной комьюнити, не перейдут. То есть есть профессиональная комьюнити, есть вот твои друзья, которые занимаются музыкой, и они, ну, наверное, могут вырасти, да, это, наверное, классные какие-то истории, что мы с самого детства занимаемся, и вот он стал суперзвездой, а я там его продюсирую с самого детства. Это влажные мечты любого парня, кто пишет биты, что сейчас вот его как баз, так упе позвал, вот так же сейчас произойдет. Но обычно, действительно, есть вот какие-то твои друзья, есть вот профессиональная комьюнити, и оно, ну, как бы не пересекается. Одни в другое не перерастают, к сожалению. Соответственно, когда ты уйдешь в профессиональную студию, там будут другие клиенты совсем. Я это именно и хотел сказать, я хотел сказать, почему не задерживаться, потому что вы там, вот дома, никогда не сделаете шаг вперед больше, чем вот вы научились работать с какими-то исходниками, с каким-то продакшеном, и вот со своими друзьями. и это большая проблема от того, что вы ожидаете, что сейчас я тут поделаю, что-то произойдет. Нет, ничего не произойдет, вы продолжите работать с друзьями своими, да и то, и друзья тоже будут немного разочаровываться, потому что, ну, вот вроде что-то и сделали, но они не стали Дрейком, да, а там, они платили, да, они какие-то маленькие деньги платили, но все равно есть какие-то ожидания, и да, они записали, с пацанами это все послушали, но дальше ничего не произошло. Поэтому это нужно рассматривать именно как какую-то ступеньку, которую нужно быстро перешагнуть. Ну, то есть осознанно надо к этому подойти, такие, окей, да, я позанимаюсь сейчас, поработаю дома, это вот первый этап, это нормально, надо постараться сделать все максимально быстро, бюджетно, и как можно быстрее перешагнуть, как бы, в профессиональную вот эту индустрию, принять это и вот так вот размышлять. А дома оставить себе рабочее место, на котором вы можете монтажить, писать биты, да, аранжировки писать, какие-то демки подписывать, да, то есть этот же вокал, классный, когда можно подписать вокал, гитару, какие-то клавиши и так далее, набитбоксить туда что-нибудь, чтобы идей сохранить. Ну, хорошо, вот давай поговорим про то, как подготовить свою домашнюю студию, тут, наверное, можно разделить на этап, когда ты, ну, вот придумал цель, да, допустим, мы вот это обсудили, изначально это обычно бывает так, что ты хочешь действительно помогать каким-то своим друзьям, знакомым, а потом такой, мм, а можно еще заработать на этом деньги, то есть изначально нет такого, что ты сейчас и займусь звукорежиссурой, параде коммерции. Всех по-разному, и я думаю, что довольно часто бывает не то, что кто-то хочет помогать своим друзьям, знакомым, кто-то сам читает, и думает, что я сейчас буду себя записывать, ну, и друзей, да. Да, а потом это может выливаться уже в коммерцию. Давай вот обсудим, кроме постановки цели, у нас есть этап, когда нам надо придумать, какое оборудование будет, да, в этой студии, чтобы оно могло реализовать вот эти поставленные задачи, и какая, что самое важное, должна быть акустика, да, как можно подготовить вот маломальски свою комнату к тому, чтобы начать заниматься музыкой. Давай начнем с, ну, правильнее начать с акустики, да, наверное, но проще начать с оборудования. Ну, давай начнем с оборудования. Единственное, что про акустику вперед мы скажем, то, что в идеале, чтобы было все гармонично. Когда вы выделяете бюджет какой, это на оборудование. Равномерно надо распределить. вы учитываете, что примерно столько же денег надо выделить на акустическое оформление. Тогда у вас будет гармонично все, иначе вы просто выкинете деньги на оборудование, и оно не будет у вас работать, звучать он. Давай вот разберем такой самый, мне кажется, популярный запрос, да, к примеру, тот же парниша, 16 лет, ему нужно дома писать музыку, биты, например, какие-то аранжировки, и записывать вокал каких-нибудь своих друзей, там, рэперов, вокалистов, которые делают, например, поп-музыку современную. Угу. Ну, из микрофонов для дома я бы рекомендовал динамические микрофоны. Почему? Потому что они акустику комнаты немножко сгладят, да, то есть, так как там есть срез поверху, так как они менее чувствительны к тихим звукам, да, то у нас будет меньше отражений от пола, шкафа, стекол, зеркал, окон и так далее, меньше будет шорохов каких-то с кухни доноситься, да, и кулер-компьютер они будут так сильно в них жужжать скрип вашего кресла. Соответственно, вот из динамических микрофонов я бы рекомендовал Shuro SM7B. Сразу к нему бустер, есть разные варианты. Ты сразу скажи, что такое бустер и порекомендую какой-то конкретный. Да, а зачем вообще нужен бустер, что это такое? Shuro SM7B это очень классный динамический микрофон, он хорош во всех отношениях, кроме одного, он очень, если простым языком сказать, тугой. Да, ему нужно много усиления, 59 дБ, для того, чтобы он раскрывался и хорошо звучал. Иначе, если вы откидете бюджетную карту его, будет очень тихо звучать. Ну, то есть, если ты выкрутишь громкость гейн на предусилителе в своей дешевой аудиокарте на максимум, у тебя будет шуметь сам усилитель, звук, конечно, будет громкий, но из-за шума ты не сможешь просто пользоваться этим микрофоном. И это дело не в микрофоне, а в предусилителе твоей звуковой карте. Поэтому, чтобы помочь карте, есть специальное устройство, называется бустер. Да, это, по сути, то, что вставляется между микрофоном и картой и усиливает его сигнал на какое-то количество децибел, на 10, 20, 30, 40, в зависимости от модели. И они есть разные, есть дорогие, есть бюджетные. Из бюджетных я очень рекомендую BASH Audio делают у нас в Башкирии Андрей Буртюков. Стоит порядка 5 тысяч рублей. Из тех, что подороже, есть еще наш Soyuz Launcher. Тоже очень классно звучит. И есть SE Electronics Dynamite и куча других. Еще Cloud есть такой бурстер. Соответственно, они стоят уже дороже. они стоят уже дороже. И если вы хотите опять же не вкладывать очень много денег, то я вот начал на Озоне смотреть Shure SM7B, там можно их найти и за 10 тысяч рублей. Вот ребята, которые будете смотреть это видео, наверняка тоже зайдете на Озон или на Авито какой-нибудь. Если увидите микрофон за 8-10 тысяч рублей, то, скорее всего, это какая-нибудь китайская подделка. И он будет совсем по-другому звучать. Выглядеть он будет действительно похоже. Возможно, даже так же, но звучать будет по-другому. Поэтому не ведитесь на это. Покупайте в проверенных магазинах, в каких-нибудь действительно больших, может быть, онлайн-магазинах по типу Pop Music, там всякие Music Mag, не знаю, где еще. Mustork. Mustork, Doctor Head и так далее. В общем, в больших, короче, сетевых магазинах. Но даже там, мне кажется, может быть какая-то затесаться подделочка. Попытаться заказать с Томана, но там тоже могут быть какие-то нюансы. Ну, просто понимаете, что Краилова ведет к Попадалаву, да? Если вы видите микрофон, который в лучшие времена стоил 30 тысяч рублей, а сейчас его продают за 10, то это явно не оригинал. Да. Поэтому будьте к этому внимательны. Микрофон, бустер. Да, микрофон, бустер и аудиокарта. Я бы не советовал брать совсем бюджетные аудиокарты, а рекомендую посмотреть на такие карты, как Аудиент, Тоскам, да, эти карты в целом имеют хорошие встроенные предусилители, эти карты имеют хорошие драйвера, да, у вас не будет так все лагать, отваливаться, задерживаться, и имеют нормальный оцифровщик. Для дома этого более чем достаточно. А если у нас есть чуть-чуть побольше денег? Если у нас есть чуть-чуть побольше денег, насколько побольше? Ну, в два-три раза. В два-три раза. Ну, я бы рекомендовал в первую очередь ИРАВЬЕ. Ну, это бюджет, ну, вот сейчас мы перешли к бюджету звуковых карт, 100-150 тысяч рублей. Бэйби Фейс можно за 70 найти сейчас, на Авито, да? Или новая будет? Ну, на Авито новая, это вот эти всякие сетевые магазины, которые есть. Ну, окей, короче, 80-100-150, вот так. Ну, да, вот ИРАВЬЕ, Бэйби Фейс отличная карта для дома, это самые быстрые и стабильные драйвера, пользуются такими картами, и у них не возникает никаких проблем. только более старшими моделями. Да, более старшими моделями, согласен. Есть еще Universal Audio, да, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на Universal Audio, наверное, те, которые не вольт, да, а те, которые Arrow, одноканальная, Twin. Здесь DSP-процессоры, ты имеешь в виду? Да, да, не обязательно с DSP-процессором, ну, то есть я в них есть DSP-процессор, но я не из-за этого, да, потому что отзывы, которые я слышал про вольт, очень негативные. Ну, вот, звук совершенно другой, не такой, как на Twin. нах, я думал, что здесь виноваты и предусилители, и оцифровщики, какие-то более бюджетные. Скорее всего, дело в том, что они сделали бюджетные вот эти вот модели, и, видимо, что-то там сказали. Ну, можно сказать, что есть бюджетные модели с таким же усилителем и оцифровщиком, как в Twin, это Arrow, да, ее можно купить, там будет один процессор, много плагинов, ты не сможешь использовать от Universal Audio, но они сейчас, опять же, переходят на плагины, которые работают без железа, как это называется? Да, И, соответственно, можно будет в какой-то степени и плагинами тоже пользоваться во время сведения. Соответственно, Arrow хороший вариант, стоит это, наверное, сейчас тоже не супер больших денег, тысяч, наверное, 50. Ну, я думаю, что да, около того. Что не рекомендую? Не рекомендую дешевые SSL-карты, потому что от SSL там ничего нету, кроме шильдика, за которые вы должны заплатить. Что еще? Есть Zoom-карты, очень глючные, очень много проблем с ними. Наши любимые Antilop Audio. Да. Не очень рекомендую. Причем, самое удивительное, я хочу сказать, что у них стоит отличное железо с точки зрения предусилителя, с точки зрения цифровщика, но максимально индийские. Программисты? Да, индийские программисты не могут написать нормальный софт, вот уже лет сколько? Много. Скоро 10 лет будет, как не могут. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, для домашней студии это и нормально, кстати говоря. Не, ну, тот, кто любит Sadamaza, мне кажется, вот Antilop тогда подойдет вообще. То есть это будет офигенно крутая звуковая карта, которая постоянно будет у вас слагать, отваливаться, особенно, если вы подключаете разные компьютеры. Ну, вот я хотел сказать, что если вы только со своим компьютером работаете, возможно, это и нормально. Да. Потому что у нас были основные проблемы при подключении разных компьютеров, когда мы на студии использовали Antilopu, и когда приходил новый клиент с новым ноутбуком, и она у него переставала определяться, и нужно было попрыгать, переустановить все драгора два раза, еще что-то сделать. Поэтому, ну, и плюс они до сих пор не реализовали нормальную поддержку как Universal Audio плагинов, да, чтобы можно было в DAF использовать те плагины, которые вы, по сути, купили, да, вместе с этим устройством. Потому что при записи вы их можете использовать, а вот в DAF-ке там уже есть проблемы, нюансы, и поэтому Antilopu проигрывает сильно Universal Audio именно вот с точки зрения софта, с точки зрения стабильности, с точки зрения удобства, самая главная работа. Потому что вот я тот, кто постоянно этим занимается, и я очень быстро разбираюсь с любым новым оборудованием и картами, и драйверами, но даже после того, как я обращался в поддержку, после того, как я что-то настраиваю дел, в итоге я смог воспользоваться только одним плагином в своей давке. Потому что когда ты второй запускаешь, там у тебя черный экран вместо этого плагина. То есть ты одновременно можешь использовать только на одной дорожке вот эти плагины, ну, это такая тоже. Ну, да. А на винде вообще не можешь. Они до сих пор не сделали поддержку Windows для плагинов. А уже прошло там сколько, 8 лет с момента, как они начали вот эти интерфейсы выпускать. Хорошо. Но в любом случае вот даже мы сейчас перечислили такие три основных элемента. Это микрофон, это, по сути, усилитель, бустер и звуковая карта. Вот это все суммарно уже будет выходить в тысячу, я думаю, 150, если взять подороже звуковую карту, уже в 1200. Ну, просто для понимания вот этой общей суммы тот, кто будет смотреть. Что еще нужно? А еще нужно что? Мониторинг, да? Ну, наушники, да, нужны наушники, нужны наушники закрытые, как минимум две пары. Почему? Потому что если вы будете кого-то писать, то вам нужно слышать, как он поет, как играет музыка, и артист сам должен слышать, как он поет, как для него играет музыка. Ну, это скорее всего действительно будет так, потому что вы будете находиться в одной комнате. Да, иначе это все будет попадать, если вы будете на колонках, которые мы еще не посчитали, будете слушать музыку во время записи, то она будет попадать в микрофон, и у вас будет грязь. Ну, закрытые наушники, на самом деле, мне кажется, тут что важно? Важно, чтобы было удобно в них, потому что, когда ты долго работаешь, закрытые наушники, они сильно давят на голову, и просто взяв, допустим, вот Sennheiser 280, они очень такие агрессивные, и в них долго не проработаешь, но при этом это мои, например, первые были наушники, которые я купил себе еще там в домашней студии звукозаписи, и до сих пор они у нас есть, и мы ими пользуемся. Но это не самый лучший вариант, и даже он сейчас, мне кажется, эти наушники сейчас стоят там тысяч 8-10, то есть на две пары нужно заложить, ну, мне кажется, тысяч 20-30. Ну, 20, я думаю. Ну, есть очень хорошие модели, которые вообще признаны АКГ-271, закрытые наушники. Или Sony вот эти вот. АКГ-7506. Это вообще стандарт. АКГ и Sony, вот 271 АКГ, Sony-7506, это одни из лучших наушников, закрытых для студийной работы. И они все стоят в пределах 10 тысяч. Ну, Sony, может, подорожала по сей день. Можно найти. Соответственно, чем они характеризуются? Тем, что звук из них не выходит. Да, минимальное проникновение из наушников во внешний мир. И у вас не будет микрофон это лезть. Опять же, если вы возьмете домой конденсаторный микрофон, то гораздо больше проникновений из наушников будет пролетать. Помимо закрытых наушников, наверное, будут нужны еще открытые наушники, чтобы дома что-то подсводить. Открытые наушники это уже в 2-3 раза дороже, чем закрытые. Смотри, по поводу открытых наушников. Это инвестиция. Почему? Потому что вы можете один раз купить себе открытые наушники, даже когда у вас домашняя студия. И потом, когда вы будете уже записывать в профессиональной студии, то работать дома в этих открытых наушниках вы не перестанете. И вы сможете по сути в них еще 10 лет, если не больше, работать. Передавать их по наследству. Передавать их по наследству. Старшему сыну или старшей дочери. И вот здесь уже выбор конечно побольше, но цены уже тоже начинают немножко кусаться. и я бы советовал все амбассадоры одинаковых наушников на 1961. Это Sennheiser HD 650. Но изначально ты себе купил АКГ наушники. Ты решил как бы вступить в другую секту, в другую семью, но не получилось не фортануло. Я хотел даже не то, чтобы я хотел сэкономить. Просто я был под впечатлением, какие хорошие наушники АКГ сделали закрытые 271, потому что это отличные наушники именно для мониторинга. И я думал, что открытые наушники они тоже сделают не хуже. Я купил АКГ-702 и мне все нравилось, пока я первый раз не пришел в студию после этих наушников. И я понял, что я в них собираю очень темные миксы, потому что в них очень много верха. И мне приходится переделать весь баланс уже на колонках с нормальным верхом. По сути, дважды выполнять так можно. Да. Ну, то есть баланс как-то я еще собираю, но вот именно по верху очень сильно ошибаюсь. Поэтому я эти наушники отложил, они лежат на студии у нас. И, кстати, можно продать. И собственно, все. Взял Романа Владимировича. По наследству передали. По наследству, да. АКГ-650 и с ними работают. Есть еще АКГ-600, они не сильно уступают. Есть еще АКГ-660, они чуть интереснее в плане пространства. я пробовал все. А еще появились АКГ-6XX. Это есть такой портал Drop, где люди скидываются и на производстве заказывают какие-то спецмодели, чтобы они были побюджетнее. И вот я не знаю, на Авито есть, что мы вам с Америки привезем АКГ-6XX. Есть обзоры на Ютубе, что они в целом практически те же 650, а просто немножко побюджетнее отделка у них и шнур. Там идет сразу миниджек, а не обычный джек. Ну, то есть, какие-то вот такие, и плюс упаковка попроще. Ну, короче, смысл в том, что сделаны они на заводе свинхайзер просто для вот этого сайта. Их можно купить порядка там 15-18 тысяч. Да, в то время, как 650-е бушные сейчас дешевле, чем 25 не найти. Да, а новые там уже под 40 где-то идут. Тоже будьте аккуратны, беря особенно бушные наушники, потому что люди продают подчиненные с замененными динамиками, которые могут быть от более бюджетных наушников. Или просто также точно в Китае делают подделки под хорошие наушники. То есть, лучше брать каких-то таких, вызывающих доверие магазин. Что еще по наушникам? А, еще очень важно, когда вы выбираете себе аудиокарту, обратите внимание, чтобы в ней было два выхода на наушники. Потому что вы не представляете, как сильно ухудшают звук переходников. Ну, и хотелось бы тогда, чтобы в аудиокарте было несколько выходов в принципе. То есть, не просто их два, а хотя бы четыре, чтобы можно было разные балансы сделать тебе в наушниках и музыканту. Это тоже важно. Это уже следующий шаг, да, и тут вы уже начинаете понимать, что зачем на студии дорогие аудиокарты для того, чтобы можно было собирать разный микс, разный баланс на разные наушники. Да. Ну, хорошо. Звуковую карту обсудили, наушники обсудили. Что по мониторам? Мониторы, я имею в виду, конечно, не экран, да, а колонки. Какие мониторы покупать домой, что вообще с ними делать и как на них работать дома? Когда меня спрашивают, вот наши студенты, меня очень часто спрашивают, какие мониторы вы подскажете домой, посоветуете. Я в первую очередь говорю, никакие, купите себе хорошие наушники. Почему я так категорично выступаю с этим? Ну, лично у меня, например, дома нет мониторов, и у Роба нет мониторов. У меня даже наушников теперь нет, потому что я их отдал изгоню. Одни у тебя на студии 650, другие дома у меня, да? Потому что дома надо отдыхать. Дома надо отдыхать, да. Согласен. Потому что как мы в самом начале анонсировали, вам нужна акустическая подготовка для того, чтобы мониторы нормально звучали, раскрывались, а не для того, чтобы они в своих отражениях вас еще больше путали в миксе, чем помогали вам. Поэтому чем меньше у вас комната, тем больше вы проблем можете получить, поставив туда монитор. Чем больше у вас комната, тем больше вам нужно думать, в какую точку их поставить и опять же избежать какого-то гула, который вам будет просто мешать. Поэтому я бы не стал брать большие мониторы домой, в принципе. Я бы советовал что-то маленькое. У наших друзей Nmonitors есть интересная модель 400-я, есть проверенная нами и нашими студентами 600-я. 400-я. Но я говорю еще 600-я есть. Это уже посерьезней. Но мне кажется тоже домой можно 600-ю. 600-ю только АЕ надо брать. 600-ю. Но это уже деньги, не бюджетные. Вы можете сами на сайте посмотреть. К ним еще нужен усилитель. Поэтому это все... Да, это пассивные мониторы. Поэтому это все может вылиться еще в 300 тысяч. Лучше посмотреть что-то попроще. Но я бы вот, например, посоветовал ИК-мультимедия iLoud. У них, кстати, недавно какая-то новая линейка вышла. Я думаю, они тоже неплохие. Да, это такие вот небольшие мониторы размером с банку колы, да, которые можно с собой куда-то взять на выезд, на дачу. И они хороши тем, что за счет того, что они маленькие по размеру, они ставятся прямо на стол, а не на отдельные стойки. и на близком расстоянии от точки прослушивания, от ваших ушей. Тем самым, как можно меньше отражений успевает прилететь к вам, и вы слышите гораздо больше прямого сигнала. И тем самым эти наушники, эти мониторы дают вам все-таки более честную картинку даже в не очень подготовленном помещении. Поэтому, ну и стоят они каких-то бюджетных денег. Я вот тут недавно на Авито смотрел 35 тысяч, по-моему, за пару. Поэтому... Ну, внешний вид их абсолютно не вызывает какого-то восторга, и твои друзья-рейперы, которые хотят раскачаться просто по внешнему виду, скажут, ну, что ты купил? Да, что ты купил? Это гениус вот эти, да? они пластиковые, они выглядят очень просто и, ну, действительно, не внушают, но по звуку они взрослые мониторы и дают более честную картинку. Если вам нужно, опять же, для настроения, для того, чтобы там с друзьями покачать головой, получить вайп, тогда в первую очередь вы можете посмотреть на вайбовые рокеты, да, с желтыми динамиками, которые везде уже засветились. Это классика рэпа. Да, это КРК. Можете посмотреть на какие-нибудь присонусы, Ямахи, да, ИЧСки. Они все будут выглядеть уже как какие-то мониторы, но по качеству звука, по честности, действительно, и К-мультимедиа будет лучше. Но это все выбирать вам. Да, тут просто тоже нужно как-то более осознанно к этому подходить, то есть понимать, что окей, я сейчас себе куплю Ямахи, например, H-S там 6, или Рокет 6, да, и я понимаю, что это, ну, мониторы дешевые, да, то есть это такой совсем входящий, так сказать, билет вот в эту мониторную жизнь и в сведения, и ничего от них не ждать такого сверхъестественного, то есть скорее пописать какие-то аранжировочки, послушать музыку, посмотреть кинцо, покайфовать, и так далее, понимая, что покупая более дорогие мониторы, нужно как бы уже и помещение постепенно подготавливать, чтобы на этих мониторах работать. По оборудованию есть, что нам еще сюда добавить, или мы можем как бы плавненько вот как раз с мониторов перейти к оформлению, к акустическому оформлению студии? Ну, по оборудованию я бы добавил еще, если у вас появится желание раскрыть микрофон, да, то посмотрите на внешние усилители для этого микрофона, одноканальные какие-нибудь, да, или там двухканальные, без разницы. Это может быть и Universal Audio есть 610, есть Universal Audio 710, одноканальные, и это может быть и Focusrite ISO, хороший трансформаторный усилитель, это могут быть и наши какие-нибудь GoodFly, например, да, 1073, клон NIF, или AVD, клон API, в любом случае вот эти усилители, они вам позволят раскрыть звучание микрофона, добавят туда интересный гармоник, и вы получите более управляемую картинку и возможность добавить какой-то художественный окрас, да, потому что в аудиокарте вы все-таки просто больше управляете громкостью, чем какой-то краской. сразу скажу, что не надо покупать домой, в домашнюю студию, это просто выбросить деньги всякие предусилители арт, всякие там Golden, какие-то Golden Age, или как они называются, DBX, это абсолютно концертная история, и они вам никакой краски красиво не добавят, они скорее вам все замылят. Что еще есть такой бюджет? Behringer, усилители тоже не надо покупать, ну и вот такие вот все истории, тем более там ламповые дешевые усилители, это отвратительно. Лучше возьмите себе хороший бустер, если у вас нет денег, да, а если появляются деньги, то есть еще там лишние 50-100 тысяч рублей, то вот это классный выбор, когда вы возьмете себе какой-нибудь хороший усилитель. Да, но это опять же очень важно, это будет работать только в том случае, если у вас все компоненты и звуковая карта, и предусилитель, и микрофон, они все примерно как бы в одном каком-то ценовом диапазоне, то есть если вы купите себе Focusrite за 25 тысяч рублей, и купите себе Goodfly предусилитель за сколько там, 100-100 тысяч рублей, это будет все работать, конечно, но вы как будто бы теряете качество вот этого усилителя, как минимум не раскрываете, добавляете шумов этой аудиокарты, то есть все должно быть соизмеримо, если мы двигаемся в концепции сделать все максимально дешево, то, наверное, усилитель здесь не особо и нужен, но для людей, которые любят технику, наверное, сложно остановиться и хочется что-нибудь себе купить новенького. Про акустику, да, поговорим про акустику, потому что без, ну, к сожалению, не все начинающие звукорежиссеры, они задумываются о том, вообще, в каком акустическом состоянии находится их помещение, и вообще, возможно ли в нем действительно что-то записывать и работать на мониторах, потому что в наушниках, то есть, если вы не занимаетесь звукозаписью, если вы пишете аранжировки и сводите чисто в наушниках, это можно делать хоть на кухне, у себя в квартире, ну, на балконе, там может быть шумно уже будет, но да, можно где угодно это делать, и будет получаться хорошо, но если вы занимаетесь звукозаписью, хотите работать на мониторах, нужно сделать акустику. Что надо сделать? Давай вот просто пройдемся по основным моментам. Давай сначала решим, что не надо делать. Что не надо? В первую очередь не надо ставить стол в угол, где будут стоять мониторы. Да, угловой стол свой школьный продаем. Все, продаем. Это плохо. Почему? Потому что в углу у нас скапливается весь гул. Все наши волны идут вдоль стен, скапливаются по потолку и по полу, и в углу начинают гудеть. Поэтому в угол мы не ставим. И артиста мы тоже в угол не ставим. У меня как раз кабина в домашней студии стояла в углу чисто, а стол, ну, примерно посередине комнаты. И рядышком кабинка. И звук всегда был такого. Ну, кабина – это сплошной угол просто. Ты куда бы там ни встал, ты в углу стоишь, понимаешь? Да, если у тебя кабина метр на метр. Ты всегда в углу. Соответственно, да, кабины не строим, не тратим денег на кабины. Это тоже плохо. Параон не покупаем. Параон – это тоже плохо. Деньги выбросите. Соответственно, смотрим мы на нашу комнату и пытаемся найти место, где лучше все это сделать, лучше все поставить. Когда у тебя комната 6 квадратных метров… Когда у тебя комната 6 квадратных метров… Это тяжело сделать. Это тяжело. Но я хочу заметить… Чувер небольшой. Да, ребят, если вы очень горите и хотите заниматься музыкой, но вы живете, как Гарри Поттер под лестницей, не надо считать, что это вас должно останавливать. Используйте любое помещение и делайте на максимум своих возможностей всегда. Просто стремитесь это поменять. То есть, как только у вас появится возможность, просто приходите на студию работать. Либо делайте это в другой комнате, либо что-то еще. Но не нужно опускать руки, если у вас сейчас комната 6 квадратных метров, условно, 2 на 3. Ну, вот она такая есть. Значит, надо работать с тем, что есть. Соответственно, просто поищите тогда в маленькой комнатке место, где меньше всего будет каких-то шумов, гула от отражений. Ну, как показывает практика, с одной стороны у вас, скорее всего, будет дверь. Да, там вряд ли вы сможете разместить… То есть вам надо разместить свой стол симметрично относительно стен. Да, то есть нельзя будет сдвигаться там правее и левее. То есть, грубо говоря, по центру вы примерно будете размещать. Да, это нужно сделать зачем? Затем, чтобы отражения от левой и правой стены были одинаковы. На практике у вас с одной стороны будет дверь, там не получится, скорее всего. С другой стороны – окно. Да, то есть у вас останется, ну, три варианта. То есть вам либо стоять у окна, и это окно занавешивать какими-то тяжелыми шторами, которые будут поглощать эту всю историю, либо избавляться от окна, устанавливать от окно какую-то панель. Что не очень хорошо. Это дом. Да. Соответственно, если окно мы отметаем, у нас, скорее всего, останется две стены. С одной стороны, если у вас дверь не по центру, у вас будет дверь, с другой стороны будет ничего. У кровати у вас стоит еще, возможно, или шкаф какой-нибудь. Ну, допустим, у нас нет никакой мебели пока что. Мы в таких идеальных условиях, что мы выстраиваем свою мебель вокруг идеального места, где можно будет работать. Соответственно, вот останется у нас одна вот эта вот стена, и, скорее всего, туда мы будем ставить стол и какую-то акустику. Я бы еще вам посоветовал, и даже если у вас маленькая комната, постараться сделать так, чтобы микрофон у вас стоял не по центру. Да, потому что в центре у вас будет больше всего складываться и вычитаться волн, потому что одинаковое расстояние от стен до центра, и они имеют одинаковую длину волны. То есть у вас либо что-то будет торчать горбом при сложении, либо, наоборот, вычитаться, если фазы будут не совпадать. Обычно всю комнату делят на треть. На треть комнаты и микрофон, например, и точка прослушивания. Что, мне кажется, еще важно, даже до всяких панелей и тому подобное, если у вас уже есть какая-то акустика, это купить себе измерительный микрофон или взять его у кого-то, да, там, у знакомых, и установить мониторы, и просто подвигать их относительно стены. То есть поставить их ближе к стене, сделать акустический замер на этот измерительный микрофон. Как это делать, мы сейчас не будем, конечно, рассказывать. Можно на YouTube загуглить, посмотреть. Отодвинуть мониторы на 10-15 см о стены, сделать еще один замер, и, допустим, еще чуть-чуть это двинуть, и сделать там несколько замеров. И по возможности на каждом замере микрофон еще тоже передвигает, чтобы точку прослушивания возможно найти какую-то другую. Да, да. И так измерять именно один монитор в разных позициях, и вы поймете, в какой позиции даже без акустической обработки у вас лучше звучат мониторы. Соответственно, в этой позиции их и оставить. И потом уже, исходя из этого, устанавливать панели в комнате. Основные моменты, давай, Жень, сейчас проговорим, где и какие панели нужно установить. Ну, смотрите, в первую очередь, да, вам нужно поставить панели на зоне прямых первых отражений от ваших мониторов. То есть вы просто ищете то место, можно с помощью зеркала, есть такой способ, да, когда один сидит в точке прослушивания, а другой с зеркалом ходит вдоль стены, и когда первый человек увидит отражение монитора в этом зеркале, значит, вот эта точка, это то, куда первая звуковая волна от монитора летит в стену и отражается. То есть вот в эти места нужно повесить акустические панели. Второе, это заглушить то место, которое у нас находится за мониторами. Да, потому что, как мы помним или не помним, и сейчас вы вдруг это узнаете, будет инсайт. Вообще, меня иногда поражает то, что многие ютуберы рассуждают про акустику и рисуют звук как луч, да, то есть вот в них там пил-пил. Мониторы стреляют вот таким тонким лучом. Так, конечно же, не бывает. И звуковая волна у нас распространяется либо конусом, а если мы говорим про низкие частоты, то вообще по кругу, да. И отражения от задней стены, они тоже могут очень существенно влиять. Поэтому нам нужно заглушить ту поверхность стены, которая находится за мониторами. Чтобы понять, как выглядит в природе звуковая волна, самое простое, что можно сделать, это взять какую-нибудь емкость прямоугольную, налить туда воды и просто опустить палец и вытащить. Вот примерно так распространяется звуковая волна. И то же самое происходит с отражениями от этих, ну, стенок. Соответственно, следующая поверхность, которую нам нужно, опять же, проработать, это задняя стена, которая находится за точкой прослушивания. И мы, когда ее глушим, мы уменьшаем количество отражений от задней стены, которые с запозданиями будут возвращаться к нам в уши, да, и накладываться на то, что мы слышим от прямого сигнала. И что очень желательно, но не всегда дома возможно сделать, это хорошо бы еще повесить панель над точкой прослушивания, которая у вас будет уменьшать количество отражений между полным и потолком, да. Соответственно, как панели делаются? Делаются они очень просто. Вы можете обратиться к нам, и мы вам сделаем их. Или отправим кого-нибудь, кто их делает. Либо вы страдаете пряморукостью, да, и хотите сами это сделать. Это просто деревянный каркас толщиной примерно 20 сантиметров. Меньше панели делать не очень желательно. Ну, 15-20. 15, но лучше 20. Внутри которого каменная вата на всю вот эту вот глубину, то есть 2 по 10 или там... Какая каменная вата? У нас есть чатик. Мы перепробовали очень много разной каменной ваты, и лучшее из того, что я пробовал, что работает, это Rockful Acoustic Buds. Это Rockful Acoustic. И для пола, ну, это для строительства студии, я случайно сказал, вот, это Rockful Flour Buds. Ну, а Rockful Acoustic это та вата, которая нужной плотности для вот этих панелей, она вам позволит нужные частоты, которые паразитные у нас отражаются в комнате, да, подглушить. Что еще очень важно, это постарайтесь сделать эти панели не в той комнате, где вы живете, именно изготавливать. А если у вас есть возможность изготовить их там где-то в гараже, в мастерской, там, я не знаю... В комнате у бабушки. Почему? Потому что очень много мелкой вот этой пыли каменной, оно летит, и все будет оседать у вас на мебели, ваших легких, на одежде. И желательно это делать, опять же, в масках специальных, да, чтобы меньше дышать всем этим. Плюс обязательно обтяните все эти ваты специальным нетканным материалом, спамбондом называется. это позволит предотвратить проникновение сквозь ткань последующей, да, которую вы будете обтягивать, из этих мельчайших частиц. И потом уже по своему вкусу мы рекомендуем такой материал, как рогожка, он нужной плотности, он как раз акустически позволяет пропускать все, что нам нужно, да, и соответствовать тем же тканям, которые продают как акустические, да, за бешеные деньги итальянского производства и так далее. Но рогожка тоже бывает, конечно, разная. Есть такая прям плотная рогожка, есть более... Ну, короче, 600, вот эта... Плотность? Плотность 600, да, она вам позволит получить то, что надо. И она бывает любых цветов, вы можете посмотреть, да, есть мебельные магазины, вот эту рогожку можно там купить. И дальше уже по вашему, опять же, вкусу, пряморукости. Можете просто обтянуть этот каркас и строительным пистолетом пристрелить. Можете сверху сделать красивые еще планки деревянные, чтобы было нормальное обрамление. И, что очень важно, если это съемная квартира, например, у вас, да, или вы там планируете какие-то переезды там в будущем и так далее, чтобы заново это все не делать, можете сделать эти панели на... Либо на колесиках, либо на стойке, да, чтобы их можно было как-то двигать, перевозить с собой. Это будет более такой универсальный вариант. Если вы все-таки хотите вешать на стены, ну, и когда будете стоять, эти панели, я вам очень рекомендую их вешать или ставить на расстоянии хотя бы 5, а лучше 10 сантиметров от стены, тогда это будет гораздо лучше работать. Да, можете, опять же, изучить физику, почему, или я могу... или просто приходите к нам учиться в Академию в Академию в Академию. Потому что я это постоянно говорю, я устал уже это повторять. Что еще? Если вы все это сделали, но не хотите на этом останавливаться, нужно обработать, заглушить углы. делается это несколькими вариантами. Один из этих вариантов это суперчанк панель. Это, по сути, такой треугольный деревянный каркас, внутри которого, опять же, каменная вата такими треугольничками нарезами, что очень желательно, чтобы верхушка у этого треугольника была срезана и трапеция получилась. Потому что это, опять же, по физике лучше работает, когда у нас звук пробивает эту вату, летит по воздуху какое-то расстояние, отражается и опять утыкается в эту вату. То есть это лучше гораздо работает, чем мы бы сделали напрямую. И, собственно, вот так вот углы тоже можно отрезать, сделать их обработанными. Либо есть еще тюб-трепы так называемые, да, это такие круглые конусы из ваты. Их изготавливать сложнее, вот, самостоятельно я бы вам не рекомендовал с этим заморачиваться, но, опять же, есть инструкции в интернетах, на ютубе можете посмотреть. Можно у кого-то заказать их купить. Но суперчанки делать проще. Единственное, что они такие менее мобильные, да, то есть если вы сделали стационарный, то он там, скорее всего, и останется. Ну, либо делайте так же точно на колесико. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Если вы с этим не хотите заморачиваться, не хотите деньги тратить на эти панели, а просто хотите уже там взять и делать рэп, то у вас, наверное, есть толстый матрас какой-нибудь, вот можете его сзади поставить, артиста, и он тоже будет немножко вам помогать от задних отражений, которые будут самыми плохими, да, если мы пишем дома. Да, ну что, наверное, надо еще поговорить о том, что надо ковер, да, студия без ковра не студия. Ковер задает стиль всей комнаты. Да, нужен ковер с высоким ворсом, чтобы было меньше отражений от пола. Ну, получается, что минимальный такой комплектик, да, из панелей, это панель слева, панель справа, панель сзади, панель за мониторами или две панели, панель сверху, да, это уже получается, сколько панелей, 5-6. Плюс, если у вас есть возможность, да, вы делаете вот панели в угол, да, собираете, то есть еще 4. Ну, получается, где-то набор, там, из 10-11 панелей. Ну, да, если вы делаете своими руками, то это можно на этом чуть-чуть сэкономить, но в целом наш опыт показывает, что сами материалы, это вата, дерево, да, что ребята, кто их делает на продажу, они накручивают там тысячи две с одной панели, поэтому думайте сами. Здесь самое важное понять, что этих панелей должно быть ну, не то, что много, да, их надо правильно разместить в правильных точках, и важно, чтобы они были нужной толщины, чтобы не покупать их совсем тонкие, потому что, мне кажется, если на авито зайти, там будут и умельцы, которые по 5 сантиметров забирают, их продают за дешман, и ты такой, о, самое дешевое, куплю, все навлю, ребята сказали, будет работать. Она бессмысленна абсолютно, вот эти вот по 5 сантиметров. У нас совсем верхние частоты будут, конечно, Да, немножко она гасит, как поролон, наверное. Ну, может, чуть лучше, чем поролон. По домашним студиям я бы еще обсудил, то есть я бы в первую очередь рекомендовал вам сначала купить наушники хорошие, потому что, как я уже сказал, с ними вы дальше пойдете уже и в большой мир, и дома будете работать и так далее. Компьютер еще хорошо нажимает. Ну, да, желательно купить ноутбук, причем желательно, потому что вы с ним можете и на студию пойти, и к клиенту, и на выезд куда-то и так далее. Я бы вам рекомендовал, наверное, уже смотреть микрофоны какие-то вот панели, да. Следующим шагом я бы, наверное, рекомендовал вам смотреть, возможно, опять же, вы там с аудиокартой можете как-то разжиться, да, и что-то делать. Ну, потому что начать можно с совсем бюджетной там какой-нибудь карты за 10 тысяч рублей вот в нее писать. Потом уже, да, можно что-то купить получше. После этого я бы, возможно, советовал вам посмотреть MIDI-клавиатуру, если вам она нужна, если вы какие-то биты пишете. Если нет, можно все на клавиатуре в целом постучать, делать. И, наверное, только после этого всего, когда у вас есть и аудиокарты, и микрофон, и бустер к нему, и наушники, и там, и закрытые, и открытые, да, только после этого смотреть на мониторы. Да, ну, потому что, как мы уже сказали, мониторы – это такая большая ответственность к помещению, большие требования. И просто купив мониторы, вы можете себя еще больше запутать, чем вы бы работали в наушниках. Просто обмануть себя. Просто себя обмануть, да. Потом разочароваться, продать. Почти, ну, мне кажется, каждый второй звук решетер. Каждый второй, да, покупает себе мониторы, сначала очаровывается ими, потом послушав свои миксы в других местах разочаровывается и продает. Думает, мониторы – говно. Но, но на самом деле нет. Поэтому, вот, наверное, в такой последовательности. Ну и плюс советую никогда не забывать о том, что дом – это дом, дома надо отдыхать. Да, есть соседи, есть ваши родственники, да, жены, мужья, дети или там родители ваши. И они живут вместе с вами, поэтому нужно не мешать им. Уважать их тоже, да. Да, им не мешать, нужно их уважать. И тогда они тоже вам будут помогать, как-то способствовать вашему развитию, а не гонять с саными тряпками ваших клиентов. Поэтому планируйте, уважайте своих родных и, опять же, стремитесь выйти из вот этой раковины домашней, да, на нормальные студии, где вас ждут профессиональные уже продюсеры, звукорежиссеры, у которых вы сможете поучиться, интересные клиенты. И для того, чтобы начать с этим работать, необязательно идти сразу на студию, искать клиентов, да, можно пойти поучиться на курсы. Есть разные курсы, где вы можете и на студии сразу поработать, да, например, у нас. например, в Академии Звука 1961, и многие из ребят, к которому случился, дальше начинают ходить к нам на студию, у них появляются клиенты, и они работают уже. Поэтому дома, да, в конечном итоге у вас должно быть рабочее место, да, которое не мешает вашим домашним, а позволяет вам какую-то работу выполнить дома, не мешая никому, и просто двигаясь как профессионал уже в таком комбинированном режиме, да, дом, студия, какие-то выезды и так далее. У нас есть уже подкаст на тему студия звукозаписи как бизнес, если вам интересно, где-то вот здесь появится, скорее всего, вот тут, а может быть вот здесь появится подсказка, переходите, смотрите, а также подписывайтесь на наш канал, приходите к нам в студию, будем с вами лично знакомиться, работать своим будем, продюсировать вас, можете приходить к нам учиться, короче, пишите комментарии, возможно, мы что-то сказали не так, хейтеры, хейтеры, в этот раз у нас три камеры, наслаждайтесь, если что-то не так, пишите, ну, и, возможно, по оборудованию есть какие-то тоже рекомендации, кто-то вот пользуется чем-то таким, может быть не суперпопулярным, но сейчас набирающим оборотом, и вот кто-то себе купил там какую-то звуковую карту классную, напишите, да, посоветуйте что-нибудь, перейдем в комментарии и там с вами продолжим уже беседу, мы все читаем и отвечаем, поэтому всем пока и до скорых встреч, пока-пока.